Время доставки вакцины в прививочные пункты, коечный фонд и QR-коды. Какие вопросы обсудили на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией и какие меры примут в Самарском регионе. Последние штрихи вертолетную площадку готовят к официальному открытию после масштабной реконструкции. Активисты провели на обновленной территории субботник. Купец, меценат, архитектор, художник. Восемь купе, отражающих разные грани личности Константина Головкина. Из Самары в Москву запустили уникальный тематический поезд. На прямой линии с президентом Владимир Путин сегодня в 18-й раз в прямом эфире пообщался с жителями страны. В прошлом году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию Кремль проводить не стал. На вопросы россиян глава государства ответил в ходе большой пресс-конференции в декабре. В этот раз площадку для включения организовали в Центре международной торговли в Москве, соблюдая все санитарные нормы. Сколько вопросов поступило президенту и какие темы больше всего волновали россиян, расскажет Светлана Кудрявцева. 69 вопросов за 3 часа и 50 минут президент Владимир Путин ответил на обращение россиян в прямом эфире. В этом году главе государства поступило более 2 миллионов вопросов. От проблем, связанных с пандемией, до различных аспектов внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин в прямом эфире рассказал, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но все меры в регионах принимаются исключительно в соответствии с законом об иммунизации населения. В случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации, по рекомендации главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектах Российской Федерации руководители воспользовались. Это в рамках закона еще 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет. Впервые глава государства рассказал, какую вакцину выбрал для себя. Все-таки исходило из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться спутниками ВИИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутниками ВИИ, а все-таки верховный главнокомандующий. Пролонгация кредитов и снижение налоговых ставок для предпринимателей разрабатывают меры поддержки. Оставят на год и льготные ставки по ипотеке, уверил президент. Мы приняли решение продлить эту льготу. Льготу будет, правда, не 6,5%, а 7,5% на год. Тем, кто живет в частных домах, Владимир Путин напомнил о последней миле бесплатной газификации от общей трубы до забора. В пятерке самых популярных вопросов – экономика и рост цен. Их президент объяснил ковидными последствиями, сокращением производства и рабочих мест. К 2025 году Владимир Путин пообещал привести в нормативное состояние 50% региональных дорог. Ответил президент и на личные вопросы. Например, назвал произведения, которые на него повлияли. Война и мир Льва Николаевича Толстого, первый концерт Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром и сказка «Колобок». На вопрос, какую страну мечтают передать будущему поколению, Владимир Путин ответил, цитата, «Важны внутренние ощущения граждан и внутренние отношения к России. Это важная гарантия того, что Россия добьется всего того, к чему стремится». Конец цитаты. Светлана Кудрявцева, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 171 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Обстановка с заболеваемостью в 63-м регионе остается напряженной, хотя показатели ниже среднероссийских. Будут ли принимать новые ограничительные меры, обсудили на областном оперштабе по борьбе с COVID-19. Подробности в следующем сюжете. По данным управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе во всех возрастных группах отмечался рост числа заболевших. Участились случаи заболевания среди работников сферы услуг, образования и торговли. С 20 июня введены 1170 коек для лечения больных с коронавирусом и подозрением на него. Коечный фонд сейчас составляет 2842 места, свободно 36%. На закупку лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов выделено дополнительно 14 миллионов рублей из федерального бюджета. Продолжается прививочная кампания. В регионе дефицита вакцины нет, однако губернатор отметил необходимость уделить большее внимание вопросу распределения препаратов. Достаточно неплохие мы вышли темпы вакцинации. Здесь очень важно, чтобы не было у нас малейших сбоев. Конечно, во многом это зависит и от ритмичной поставки вакцин. Над этим мы работаем. Ну и очень важно, конечно, чтобы вакцина, которая поступает в кратчайшие сроки, была доставлена по медицинским учреждениям. Вот здесь, Арман Сакович, нам, конечно, нужно время это сокращать от момента поступления вакцин на территорию региона до их доставки в лечебные учреждения. В регион пришла большая поставка вакцины – 53 400 доз гам-ковид-вак и 1560 доз вакцины кови-вак. В течение двух недель ожидаются новые поставки. Губернатор подчеркнул, необходимо не только проводить вакцинацию, но и соблюдать ограничительные меры. Самое главное, конечно, контроля за действующими режимами на территории Самарской области и всех муниципальных образований. На мой взгляд, коллеги, сегодня контроль по исполнению ранее принятых поручений недостаточно. Мы не отменяли ограничения на территории Самарской области, в отличие от большинства субъектов Российской Федерации. Может быть, по этому ситуации у нас чуть, но все-таки получше. Обсудили возможность введения QR-кодов, как это сделано в других регионах России. Там для посещения заведений общественного питания, развлекательных, концертных и спортивных мероприятий требуется сертификат с QR-кодом, который подтверждает наличие у человека прививки или антител, выработанных в результате заболевания. Его выдают на портале госуслуг в приложении «Стоп коронавирус». На оперштабе принято решение протестировать ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета. Их получают все работодатели, у которых 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию, перенесли ковид менее шести месяцев назад или имеют медицинские противопоказания к вакцинации. Ограничительные меры в случае их ввода на деятельность организаций, получивших данный паспорт, распространяться не будут. Первые выводы по итогам апробации штаб рассмотрит через неделю. Виктория Шарая, события. Ситуацию роста числа заболевших коронавирусом обсудили и в мэрии Самары. Здесь прошло заседание городского штаба по борьбе с COVID-19. За прошедшую неделю в столице региона было выявлено 334 инфицированных жителя. Показатель заболеваемости выроса составил более 37%. Как снизить число заболевших и какие меры предпринимаются городскими властями для нормализации ПИД-обстановки, узнала Ольга Павлова. Если жаркую самарскую погоду можно назвать закономерным и вполне устоявшимся явлением, то ситуация с заболеваемостью с COVID-19 еженедельно и ежедневно меняется. Только за прошедшую неделю в столице региона было выявлено 334 инфицированных жителя. Это на 143 пациента больше, чем за предыдущий недельный период. По всем показателям, рост заболеваемости вырос практически в три раза. И если раньше беспокойство медиков вызывали люди из группы риска, то есть лица старше 65 лет, сейчас большая часть инфицированных – это граждане от 39 до 40. Сплеск зараженных зафиксирован и среди молодежи. То есть более половины случаев, или 265, или 61% от всех заболевших – это лица возрастной группы от 18 до 49 лет. Сейчас приоритеты сместились в более молодую возрастную группу 18 лет и старше. Для нормализации педобстановки некоторые фитнес-центры города упорядочили работу и снизили наполняемость своих комплексов до 50%. Фудкорты, работающие на территории крупных торговых центров, по-прежнему используют метод бесконтактной оплаты и электронное меню. Проверки на соблюдение требований регионального Роспотребнадзора сейчас идут на всех объектах торговли, потребительского рынка, транспорте, общественных местах. Ограничено число массовых мероприятий численностью свыше 50 человек, в том числе и на открытом воздухе. Ежедневно, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, санитарные требования будут становиться только жестче. Поэтому, как бы ни хотелось снять маску в жару, правилами надзорных органов в период пандемии и возможной третьей волны ковида лучше не пренебрегать. Масочный режим является обязательным, в том числе в местах общего пользования, на территориях общего пользования. Масочный режим – это, наверное, один из гарантов сдерживания заболеваемости, то, которое растет. Самой главной мерой по профилактике является вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Пройти процедуру сейчас можно не только в поликлиниках по месту жительства. В городе ежедневно работают передвижные и фельдшерско-акушерские пункты. Как правило, они располагаются в местах большого скопления людей – у торговых центров, набережной, у скверов и парков Самары. Также с 1 по 25 июля этого года в столице региона пройдет акция «Самары, я привит». Граждане, прошедшие вакцинацию, смогут принять участие в розыгрыше телевизора, ноутбука, смартфонов и других ценных призов. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте samarayaprivit.rf. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Все чаще коронавирусом болеют молодые люди. Причем даже те, кто не имеет хронических заболеваний, порой тяжело переносят ковид. Выход один – вакцинация, считают медики. Подробности в нашем сюжете. Опасен для молодых. Коронавирус в последнее время все чаще поражает людей молодого и среднего возраста. Коварство болезни заключается в том, что некоторые заболевшие, даже не имеющие хронических заболеваний и проблем со здоровьем, в результате оказываются на больничной койке. Ксения Матиеску больше года проработала в красной зоне больницы Середавина. Говорит, лучший способ защитить себя от болезни – сделать прививку. Я видела, как тяжело болеют и, к сожалению, умирают пациенты, в том числе и 50, и 40, и 30 лет. В том числе и без сопутствующей патологии, несмотря на своевременно и в полном объеме оказанную медицинскую помощь. И это страшно. Непредсказуемость течения – вот что характерно для новой коронавирусной инфекции. Но в период первой и второй так называемых волн, когда поступало большое количество пациентов, вакцины не было, а сейчас она появилась. Ковид, к сожалению, от нас никуда не денется, но здесь вопрос в массовости распространения инфекции и в количестве пациентов, которые могут одномоментно к нам поступить. И это как раз то, на что каждый из нас может повлиять. Такого же мнения придерживается и врач из красной зоны Максим Стариковский. За год работы в ковидном госпитале не раз выхаживал тяжелых пациентов, в том числе и молодых людей, не имеющих хронических заболеваний, а недавно испытал тяжесть ковида на себе. И хотя антител в крови пока много, решил не тянуть и сделать прививку. На данный момент я переболел коронавирусной инфекцией, имею довольно-таки высокий уровень антител. И так как сам я являюсь врачом молодого поколения, безусловно, учитывая даже высокий уровень антител и высокий уровень иммунитета, я сам буду прививаться буквально на следующей неделе и буду рекомендовать своим близким коллегам обязательно сделать то же самое. Записаться на прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Помимо районных поликлиник, вакцинацию проводят в круглосуточных кабинетах. В Самаре сейчас их три. В Кубышевском районе в больнице номер 10 по адресу улица Медицинская, 4. В больнице номер 6 по адресу улица Советской армии, 56. И в больнице номер 4 на Мичурино, 125. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Виктория Шарая, события. Далее новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. В ООН спрогнозировали, когда восстановится туристическая отрасль после пандемии и ее последствий. Как долго придется ждать? Еще как минимум полтора-два года. Какой урон пандемии уже нанесла туризму, расскажу далее. Туристическая отрасль восстановится не ранее 2023 года. Об этом говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию Всемирной туристской организации. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии в 2019 году. В результате чего, по оценкам аналитиков, потери в туризме и смежных отраслях уже составили почти 2,5 триллиона долларов. Родители шестилетних детей, которые в этом году не пойдут в школу, тоже могут получить выплату к 1 сентября. Об этом во время прямой линии заявил Владимир Путин. Однако деньги все равно нужно потратить на подготовку к школе, так как выплата разовая, подчеркнул президент. Он отметил, что выплаты все дети получат в сроки. Деньги на это зарезервированы, предусмотрено 46 миллиардов рублей, в следующем году будет больше. Напомню, ранее Владимир Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети-первоклашки. Правительство России утвердило распределение дополнительных средств для регионов на углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19. В Самарской области выделили более 73 миллионов рублей. Средства направят в Фонд обязательного медицинского страхования региона из резервного фонда правительства России. Провести во всех регионах с 1 июля углубленную диспансеризацию для всех переболевших новой коронавирусной инфекцией – такое поручение президента Владимира Путина, которое он дал в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Не секрет, что переболевшие коронавирусом продолжают страдать от различных осложнений, в том числе проблем с легкими, сердечных заболеваний, тромбозов. Поэтому необходимо как можно раньше выявить негативные последствия перенесенного заболевания, назначить необходимое лечение и реабилитацию. Официальный курс доллара на 1 июля – 72,72 рубля и американская валюта прибавила 35 копеек. Евро – 86,51 рубля и европейская валюта выросла на 31 копейку. Нефть марки «Брент» – 75,41 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Строительство дороги, новые поликлиники и неприятное соседство. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн встретился с жителями пятой просеки. Обсудили несколько тем, которые волнуют горожан. После чего депутат проинспектировал новую школу, которая откроется уже 1 сентября. Наш корреспондент продолжит. Представлен скалодром. Он состоит из трех частей. Реабилитационная стенка для детей, для таких разминочных занятий. Стенка малая для детей, для занятий в начальной школе. И стенка большая, которая уже ориентирована на старший возраст и серьезные занятия. Оснащена по самым современным стандартам. В каком виде новая школа на пятой просеке будет встречать своих учеников 1 сентября, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он осмотрел классы, актовые и спортивные залы и другие помещения. Заглянул депутаты во второй корпус школы, который еще достраивают. Его сдадут в декабре этого года вместе с дошкольным отделением. Что важно здесь, на пятой просеке? Здесь действительно активные и инициативные жители, которые не просто собираются для того, чтобы выплеснуть свой негатив и дальше удовлетворенными разойтись, а которые понимают, что достичь результата можно только объединив все усилия. И, собственно, та школа с детским садом, строительство которой завершается сейчас, это в значительной степени результат именно их усилий. Перед экскурсией по школе Александр Хинштейн провел встречу с жителями пятой просеки. Один из главных вопросов, который подняли жители, как дети и родители будут добираться в новую школу. Сейчас идет строительство улицы от советской армии до 125-го дома по пятой просеке. Жители просят, чтобы дорога была безопасной. В департаменте градостроительства сообщили, что новый участок спроектирован по всем современным требованиям, а территорию от 125-го дома до солнечной приведут в порядок поддерживающим ремонтом. На сегодняшний момент, если все, что касается качества того дорожного полотна, который здесь есть, есть у нас программы мероприятия по текущему ремонту и поддержанию улиц, то здесь, наверное, надо посмотреть совместно с департаментом городского хозяйства. Грубо говоря, те ямы, которые есть, конечно, можно заделать. Затронули на встрече еще несколько тем. Поиск дополнительного помещения для детского отделения поликлиники, смена управляющей компании и работу баров в жилых домах. Александр Хинштейн пообещал проработать вопросы и найти законные решения по каждому обращению. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Уже завтра обновленная вертолетная площадка официально предстанет перед горожанами. А пока в преддверии торжественного открытия осталось добавить последние штрихи. Самарские активисты вышли на субботник и навели чистоту на благоустроенной территории. К ней присоединилась Ольга Хомракулова. Прогулочные тропы и смотровые площадки. Зона отдыха с навесами и лежаками. Игровой комплекс для детей. 1 июля жители Самары увидят благоустроенную вертолетку в поселке Управленческий. А сейчас перед официальным открытием важно нанести последние штрихи. Прибрать листву и собрать мусор. Этим занимаются активисты-общественники. Помочь, так сказать, подготовить вертолетную площадку к официальному открытию. Они помогают персоналу, собирают мусор, где-то что-то поливают. Вертолетная площадка для нашего города, любимого. Это одно из таких значимых общественных пространств и для молодежи, в том числе, и для семей с детьми. Это же просто необыкновенная какая-то красота, правда? Смотрите, сколько сделано. Не говоря уже о дорожках, о доступной среде для инвалидов, о перголах, о навесах, о цветниках потрясающе совершенно красивых. То есть тут такая красотища. Это все сделано в рамках проекта «Комфортная городская среда». Мы, конечно, очень надеемся на то, что к этой красоте наши жители отнесутся так же восторженно, как и мы, и сделают все, чтобы эту красоту сохранить как можно дольше. Вместе с самой площадкой отремонтированы тротуары, установлено освещение, организованы дополнительные парковочные места. Там активисты тоже навели порядок, чтобы одно из любимых мест отдыха встретило самарцев во всей красе. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Обновленная вертолетная площадка станет не только местом для прогулок и встреч, но и культурным центром. Фестиваль на сопках Маньчжури, который прошел в городе при информационной поддержке телеканала «Самара ГИС», дал новый виток популярности духовой музыки. Потому флейты, тубы, саксофоны и кларнеты продолжат звучать на Волжских берегах. В новые локации уже сыграли музыканты муниципального концертного духового оркестра. Здесь надо работать, надо играть. Ибо здесь музыка типа вальса, носок в мажоре, или вот такая музыка, на мой взгляд, начала 20 века или среди 20 века, здесь будет очень уместно. Воезная комиссия оценила готовность городских пляжей к летнему сезону. В этом году в «Самаре» 8 официальных мест для купания. Представители администрации, депутаты и подрядчики выяснили, насколько безопасно и комфортно отдыхать на Волжском берегу. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Искупаться в Волге в жаркую летнюю погоду для многих самарцев лучший способ освежиться. Чтобы отдыхающие чувствовали себя в безопасности, городские пляжи оборудуют необходимым инвентарем. Пункты спасателей, зонтики, лавочки, шезлонги, кабины для переодевания и многое другое для комфорта жителей. Представители городской администрации, депутатского корпуса, а также подрядной организации проверили безопасность и содержание пляжей. 7 из 8 официально зарегистрированных мест для купания уже давно полностью готовы встречать жителей Самары. В районе второй очереди набережной подготовка все еще ведется. Обустраивают пляж синхронно с вывозом объектов, которые остались там после проведения Волга-феста. Проходил фестиваль Волга-феста. После фестиваля необходимо время для того, чтобы демонтировать все то оборудование, которое было размещено на пляжах. Вот вчера этот процесс вывоза всего оборудования закончен. При этом одновременно за выходные мы уже начали завоз песка. Идет его планировка. Сегодня будет закончена расстановка всего оборудования. И к концу недели этот пляж тоже будет принят. Конечно, отдыхающие туда уже пришли. Но эта ситуация уже тоже и под контролем была. И она уже, так сказать, ликвидирована. Песок завезли, все снивелировали. Сейчас взят забор воды, о чем я уже говорил. И все это приведут в нормативное состояние. И сезон там будет открыт на этот участок дополнительно. Организовали и три детских пляжа. Лягушатники расположились на мелководье, вблизи берега, у полевого и красноармейского спусков, а также у ладьи. Для маломобильных граждан также оборудовали специальные зоны по проекту «Доступный пляж», который стал победителем в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Для людей с ограниченными возможностями установили отдельные раздевалки, пандусы для спуска к воде и необходимый инвентарь, воспользоваться которым помогают волонтеры. Анастасия Климина уже третий год работает на пляже на Некрасовском спуске. Как признается девушка, помощь инвалидам для нее стала частью отдыха. Наша обязанность – это узнать, что нужно ему для комфортного нахождения здесь и предоставить это. То есть, например, сзади находятся подушки, на которых человек может пойти искупаться, либо же просто полежать, позагорать. Также есть шезлонги и есть специальная тачка, на которой мы вывозим человека, который просто не может встать на ноги. Большинство людей начали узнавать, что есть такие места, на которых им будет очень комфортно и удобно. Они решили это все проверить и оказалось, что да, действительно так оно и есть. Осмотрев все официальные пляжи, комиссия пришла к выводу – места для купания безопасны и оборудованы всем, что требуется для комфортного отдыха жителей и гостей города. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Добраться до Москвы и узнать больше интересного о самарском купце Константине Головкине. В составе фирменного поезда «Жигули» появился уникальный вагон – интерьер купе, в котором раскрывают разные грани таланта известного мецената. В этом году основателю коллекции Самарского областного художественного музея исполняется 150 лет. Именно к этому юбилею и запустили вагон-музей. Андрей Горгуленко продолжит. Самарский Леонардо да Винчи – именно так потомки называли Константина Головкина, одного из самых известных самарцев, жившего на рубеже 19-го и 20-го веков. Это сравнение он заслужил тем, что успешно сочетал в себе несколько грани личности. Многие из них отражены в концепции нового вагона фирменного поезда «Жигули», который ходит по маршруту Самара-Москва. Каждый такой проект – это изюминка, это то, что привлекает туристов к нам в область, зачем сюда люди едут. Буквально это история на колесах. Соответственно, все, кто соберется путешествовать на этом замечательном поезде, будет иметь возможность ознакомиться с этой историей. Каждое купе вагона тематически украшено, содержит исторические сводки и фотографии и отражает одно из увлечений Константина Головкина. Купец, меценат, архитектор, яхтсмен, фотограф, автомобилист. Новый вагон – совместный проект Куйбышевской железной дороги, Самарского художественного музея и правительства Самарской области, посвященный 150-летию знаменитого самарца. Я надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству вагон и поезда, и вокзалы, и все остальные точки железной дороги, где будут становиться все прекрасней и прекрасней, но со своей стороны окажем всяческую поддержку. В этом году в жизнь воплощается еще ряд проектов в честь юбилея Константина Головкина. Среди наиболее ярких – установка памятника меценату, присвоение его имени одному из общественных пространств областной столицы, парусная регата и велозабег с лотереей, где призом станет автомобиль. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!